Следующая жизнь, и он уже в другом роду, потому что мы попадаем в какой-то род в зависимости от своей судьбы. Вот, допустим, я попадаю в следующую жизнь на какую-то планету, где-то я живу, и там род — это то, что мне помогает на одну жизнь прожить эту жизнь, то есть карму проработать на эту жизнь. На следующую жизнь, если я в рай попаду, там у меня будет другой род. Не то, что я только по одной линии и везде перевоплощаюсь, то есть только по этому роду. Вот что связано с этим родом, я туда и попадаю, больше никуда не попадаю. Нет, мы попадаем в зависимости от своих поступков куда угодно. И род, он предназначен для воплощения моей судьбы. Допустим, если женщина бросила мужа, допустим, в одной жизни, в другой, то ей надо родиться мужчиной, или женщиной, которую будут бросать в каком-то роду, и там вот уже все для этого создано, чтобы ее бросили потом. Или она, наоборот, что-то доброе сделала там, она, допустим, очень сильно помогала людям. Ей надо в богатом роду родиться, и уже она рождается в богатой семье. А там, это же поддерживается, там, дворянские крови, там, элитное происхождение такое. Ну, это то же самое, как у собачки. Есть собачки породистые, они такие крутые, сразу такие. Почему у них порода очень хорошая, и там заложен у них в этой породе интеллект, они все соображают, могут загрызть кого хочешь, там, сильная порода, допустим. Или бегают быстро, там. Так и человек тоже рождается в каком-то роду, и у него заложено уже в этом рождении все возможности, там, или хорошие, или наоборот плохие. Есть хороший род, есть плохой. Вот, допустим, Авраам, у него был очень элитный род такой, который давал возможность почувствовать Бога. Его роду пророки рождались. В Абрааму. Поэтому они с Сарой сильно хотели, чтобы ребенок родился. Он не рождался, не рождался. В результате он решил, от египтянки, ребенка, от служанки сначала, у него родился ребенок, его назвали Измаил. И от этого мусульмане пошли. Мусульманский род, элитный. Самые элитные мусульмане от этого рода. Авраама с Сарой Измаил. А другой сын дал уже еврейскому роду продолжение. Ну, это, то есть, со служанкой первой. А с Сарой уже, это еврейский род. И у них первый ребенок родился там, я не помню, что-то ей было 90 лет. Ну, сто с лишним. В общем, все было так, по-взрослому. У нас, мне кажется, женщине 90 лет сейчас только, если костями просто погреметь, все, они там не то что рожать, так как будто. Поэтому роды бывают разные. У меня род такой, очень, такой, тяжелый. Тяжелая семена кармин в роду моем, где я родился. Пьяниц много всяких. Просто. Олег, значит, такой вопрос. Вот как во время молитвы понять, что ты действительно работаешь и побеждаешь судьбу, а не просто как бы страдаешь? Трампан-пуракор. Там брам-брам-брам-брам-брам, да? Да, да, да. Хорошо. Молитва — это память. И почему я рекомендую с кем-то молиться вместе, чтобы память возбуждалась, чтобы вот ты голос слушаешь святого кого-то, и вместе с ним синхронизуешь, стируешься, и у тебя память возбуждается. Когда ты очень сильно включаешь память, тогда первое, что происходит, ты способен реально забыть про себя. Вот когда человек влюбляется, допустим, он о себе не помнит вообще, он думает о другом человеке, о девушке там какой-то. Вот. Или когда танк едет, то есть сила влияет на память и любовь. Две вещи. Вот танк едет, человек забывает про себя, и танк видит перед собой. Танк, чтобы убить, едет танк. И сразу эта сила включает память у человека. Также любовь, когда человек думает, он забывает про себя. Первое, что очень сильно влияет на молитву, это переключение памяти с себя на служение Богу, на мысли о святом человеке, на мысли о Боге, о святости, о чистоте. Очень сильно это связано с памятью. И вот главная цель молитвы, это память переключить себя на Бога. И это через любовь к святому человеку можно сделать, с которым ты вместе молишься. Допустим, звук включил в плеере. Или через его силу голоса. Ты чувствуешь сила, какая от него идет, у тебя прям раз, зарядила, и у тебя память включилась. Это самый первый признак, когда ты чувствуешь, что ты не думаешь о себе, а у тебя прямо есть связь, контакт с этим святым человеком, чувствуешь контакт с ним. Потом, когда этот контакт ты чувствуешь, чувствуешь, дальше этот контакт начинает углубляться, и у тебя возникает такой эффект опоры. Ты в сердце опираешься на святость. В это время возникает вдохновение из сердца. Ты такой повторяешь молитву вдохновенно очень, потому что опираешься на святость. Потом дальше вдохновение углубляется, и от сердца, ощущение от сердца глубже, 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 глубже становится. И в конечном счёте такое ощущение, эффект открытия сердца наступает. От ворота судьбы распахиваются, и ты как-то раз такой, и чувствуешь счастье изнутри, время молитвы начинает выходить. А потом мысли с огромной силой начинают уйти, то есть судьба начинает с тобой сражаться, потому что она в сердце находится, там, где счастье, там и мысли находятся, или судьба. И ты опять думаешь о святом человеке, опять его любовь к нему и сила побеждает, и ты начинаешь побеждать судьбу с этого времени. Когда ты её побеждаешь, то она, мысли становятся менее значимыми, менее значимыми. Значимыми означает, что они тебя не цепляют. Вот когда, допустим, жена ушла, только подумал, и тебя сильно цепляет, плохо становится. Но когда ты думаешь о святом человеке, он как будто тебя остужает. Вот память о Боге и любовь о Богу, она остужает психику человека. У него в сердце прохлада такая наступает, и вот этот жар, в зависимости от ситуаций разных, он начинает тупнуть. И первая стадия побед над судьбой называется лёгкость, сердце или спокойствие. так хорошо становится. Человеку легко становится в сердце. Потом, если он дальше погружается в молитву, то он начинает чувствовать, что у него появляется светлая память о разных объектах. там, жена, которая его обижала, о ней светлая память начинает. То есть он вспоминает что-то чистое, светлое, связанное с ней. И при этом человек продолжает всё время славить Господа во время молитвы. Он не думает о жене, но вот эти ощущения всё равно приходят где-то на заднем плане. И очищается связь в это время уже с людьми. И знания в сердце приходят о том, как правильно относиться к кому. Вот такой эффект молитвы. И всё время больше и больше очищается жизнь человека во время молитвы. Ещё такой вопрос. Чтобы это включить всё, это как бы дар Божий, да, можно рассматривать? Или это всё-таки как мышцы, что надо как-то покачать, качать всё сильнее и сильнее? Дар — это означает милость. Вот приходит время, и Господь начинает себя показывать из сердца, когда Он захочет, когда ты для Него много пользы принёс, что ты делаешь для Бога хорошее. Он тебе начинает показывать в сердце, и ты повторяешь Аллилуйя, а Господь в сердце откликается. И ты прям чувствуешь, что Он присутствует. Это от Него зависит. Он решает, когда откликнутся. Но есть и наши усилия. Они действуют на трёх уровнях. Первый уровень — это психофизический, то есть мы совершаем неподвижное положение тела и включаем энергию знаний. По организму начинает циркулировать энергия знаний. Неподвижное положение тела включает эту энергию. Второй уровень — социальный, то есть мы настраиваемся на бескорыстие, на любовь к людям, на желание отдавать себя, служить. А не волнуйтесь, всё нормально будет. Такая хорошая девочка нам не мешает. И третий уровень — духовный. На социальном уровне мы бескорыстно настраиваемся. Хотим всем добра, блага, ни в плоти зла никому не желаем. И третий уровень — духовный. На духовном уровне человек во время молитвы всё своё сознание отдаёт на служение Богу. Он хочет славить Господа, дарить Ему, благодарить Его. Благодарность, спасибо. Благодарю, спасибо Тебе. То есть я хочу отдать Тебе свою жизнь, не хочу, чтобы моя жизнь по заповедям сошла по Твоим. Да будет воля Твоя и так далее. Вот такое настроение человек на каждой молитве, вот из сердца, такие обещания Богу даёт. Слава, благодарит Его, принимает судьбу и забывает про всё на свете остальное. При этом следит, чтобы не двигаться и следит, чтобы плохих мыслей о людях не приходило в сердце некое-некое. И это, возможно, поддерживается сила с помощью святости. Хорошо молиться в святом месте, когда тебя окружают рантом, синагога, мечеть, какое-то святое место или святое духовная музыка играет, ты вместе с ней молишься. Тебя тоже святость, она очищает атмосферу духовную музыку. Вот ещё такой вопрос. Вот вы часто говорите, тут слово «настраиваться». И оно как-то для меня вот в заграни понимания. Если можно, как пятилетнему человеку объяснить вот это, настраиваться... Ну вот вы утром проснулись, вам надо на работу идти. И не хочется. Вы лежите в постели. Как вы сделаете, чтобы вы пойдёте на работу? Ну через силу встану. Вот это называется «настраиваться». Вы встали, застали. Я сказал, что я должен пойти на работу, но тело, мешок с говном, вставай, что ты... Я не могу с тобой согласиться, что надо спать. Меня выгонят с работы. А вот завтра выходной и мы с тобой поспим. А сегодня мы с тобой должны вставать. Это настраиваться. И сейчас тоже вот у нас мы будем настраиваться все. Каждый должен сказать, хватит тебе жить как всё время, как бы телевизор, новости там, всё плохо. Давай долбанём. Я желаю всем счастья, благодарности. На часик хотя бы себе, надо так сказать. Ну на часик просто настроиться на благодарность, на служение, на прославить Господа. Часик всего не так много. Постоять час-пять минут, покряхтеть. Дома отдохнём потом. Олег Геннадьевич уедет, и мы отдохнём. Как анекдот есть такой, человек тоже настраивается. Он настраивается, он домой пришёл, поздно, с работы голодный, и такой смотрит на часы. Смотрит. Вот, 11 часов ночи, хочется поесть зерновую, бобовую пищу, сладкую, молочную. Всё, как Олег Геннадьевич говорил, что не надо, хочется вот это всё поесть. Но Олег Геннадьевич уже спит, уже 11 часов, значит, можно. Это называется настраиваться. Понятно? Ещё бы. А? Ещё бы, немножко пообъяснить, вот это именно, вот на других примерах, может быть. Настраиваться? Ну вот, женщина ко мне вчера подошла, говорит, Олег Геннадьевич, вот парень хороший, мы с ним встречаемся, он замуж предлагает. Я говорю, хотите замуж? Хочу. Но боюсь. Я говорю, а что пришли? Она говорит, я, не надо настроиться на замужество. Надо, чтобы вы мне сказали, что всё будет хорошо, и тогда мне это поможет. Ладно, последнее тогда объяснение настраиваться. Был такой яролаж, там такой, ну как бы, мальчик такой, он немножко с грубзинским акцентом говорил, и такой русский Васька, как бы, и он ему пока нарисовал две параллельные прямые, говорит, видишь, вот параллельные прямые не пересекаются. Он говорит, вижу, что не пересекаются. Почему они не пересекаются? Он начал объяснять, что вот они не пересекаются, и он, короче, так объяснял, и, короче, он через весь потолок, вот так вот, через, прошёл, короче, мистические способности, и вот так он по всей, по всей, по всей классной комнате, вот так вот рисовал эти прямые. и он говорит, ну ты видишь, что они не пересекаются или нет? Тот говорит, я вижу, что не пересекаются, но не понимаю, почему они не пересекаются. Это последнее объяснение. Я вам уже всё сказал, вам всё равно непонятно, и вот яролаж такой. Отдавайте микрофон. Спасибо. Женщина, давайте вопрос. Здравствуйте. Я не знаю, с вами, дорогая, то, что я хочу сказать. Ой, сейчас будете, если стесняться, я тоже сейчас застесняюсь, залезу под стол. У меня всегда, простите, у меня всегда, ну как, я хочу избавиться от этого, спрашиваю вас. Когда обращаешься к моей леди, кажется, что ты всё время беспокоишь, господи, господь очень старый, раздражительный. У него, к тому же, наверное, от старости уже Альцгеймер там пошёл. Он забывает всё время, поэтому надо ему напоминать. Говорит, ты господь, мне, мне, пожалуйста. А он говорит, достаньте от меня, у меня все уже доставит, дайте мне спокойно, я уже старый. Вы так Бога представляете, да? Или как? Почему вы считаете, что он беспокоится? Ну, то, что как будто вот ты не в себе находишь туда, а ты просишь у него, его... не только любовь, всем пользуйтесь. Вот вы дышите не своим. Ну, это нормально же. не знаю, но вы не своим дышите постоянно и пьёте не своё тоже. Это вот у Бога вода Богу принадлежит. вот я более наглый, чем вы, я пью, не стесняюсь. И даже радуюсь водичке Господа. А вы стесняетесь дышать стесняетесь, нет? Нет, здесь вы не стесняетесь, а тоже его, кстати, воздух. Вы постоянно дышите и воду тоже мы его пьём и еду, пищу его мы же её не выращивали. Вот кто может выращить пшеничное поле, кто может вырастить? Есть люди такие, которые могут вырастить пшеничное поле? Как это говорить? Я урожаю целый вырастил урожай, мужик говорит. Он вырастил этот урожай? Нет. Он может заставить пшеницу расти. Вот она там всё происходит, там деление клеток, там рост пшеничного колоса. Он этим управляет? Мужик или Бог? То есть видите, пищу выращивает Бог. Мы её едим. Мы дышим воздухом, пьём воду его. Он выращивает также нам мужей и жён. Мы не сами. Женщина говорит, я родила ребёнка. Ну что значит ты родила его? Во-первых, он сам рос там. Ты даже не узнала. Ты точно не знала сначала. Если бы ты всё делала, ты бы знала точно, что он зачат был. Ты же не знала. говоришь, я ещё пока не знаю, я беременна или нет. Потом раз узнала, что беременна, никто не знал, и муж не знал тоже, и ты не знала. Значит, кто это сделал? Тот, кто сделал, тот знает. Допустим, маленького ребёнка спрашиваете, кто здесь накакал? И он всё ковыряется. То есть, если он накакал, он знает, да? Господь зачал ребёнка, он знает. Муж не знает, жена не знает, Господь знает. Так? Ничего мы не делаем здесь. Он всё нам даёт. Чего стесняться-то? Он служит нам постоянно, заботится, а мы должны не стесняться, а ему служить, благодарить хотя бы за это. Вот сегодня мы будем этим заниматься. Или будете стесняться благодарить? Нет? Отлично. Не надо стесняться, надо говорить спасибо тебе. Он так уже всё для нас делает. Надо благодарить. Что надо по доброй воле делать, мы не можем его не заставить, не запретить. Просто вы говорили раньше, не надо попрошайничать. тоже своего рода попрошайничать. Часто чуть-чуть. Мы говорим об отношениях. с вами, об отношениях мы говорим. Вот когда вы славите Господа, Ему это больше нравится, потому что Он Личность. Вы ему славите, ему это больше нравится, чем дай, 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 дай. Есть корысть духовная, есть материальная. Вот например, вы когда хотите славить Господа, вы хотите от этого духовно развиваться. Духовная корысть не является корыстью. Ну то есть в этом мире все корысть. Но духовная корысть это не корысть, а материальная корысть это корысть. вот вот допустим вы хотите духовно возвышенной стать, хотите в дерьме же надоело уже жить, хочется какой-то возвышенной чистой быть духовной, правильно? Видеть, чувствовать, что такое совесть, чистота, чтобы людям не вредить своим поведением. Чуть возвышенной чище стать. Это корысть? Корысть. Ну Богу нравится эта корысть, Богу нравится, что люди развиваются, что они хотят быть чище, возвышенными, поэтому с точки зрения Бога это не является корыстью. Корысть это то, что все грехи это все, что уводит нас от Бога и все, что Богу не нравится. Это грехи, а все, что Богу нравится, не является грехом. Если Богу нравится, что мы хотим духовно развиваться, он же приходит специально и говорит, вы что, ребята, ну это ему нравится, он хочет, чтобы мы развивались, значит, надо это делать, если ему это нравится, в чем проблема. Вот допустим, вам нравится, что я вам улыбаюсь? Все, я буду тогда улыбаться. Или это корысть, что я так думаю? Нет? Ну классно, что ли? Хорошо. разобрались, это такой глубокий философский вопрос. Я в свое время тоже не учил. Ваш вопрос? Дмитрий Виктор Виктор Геннадьевич, скажите, пожалуйста, в святом месте тоже можно с кем молиться? Включать слушания? Конечно, почему нет? То есть святом мести оскорбили от того, что там в... Ну в святом месте оскорбили, ну есть только оскорбление чувств верующих, может быть. Вот Бог сам не оскорбляется, но чувства верующих оскорбляются. Например, святое место одной традиции принадлежит, а вы включили музыку духовную другой традиции. Это уже вызов такое оскорбление. В храме где-то, допустим, вы включили, в православном храме включили мусульманскую музыку. Или в синагоге включили нееврейскую какую-то молитву. Это нехорошо, это такое бестактное поведение. Так делать, конечно, не надо. Если вы в какой-то храм пришли, то там есть правила поведения какие-то определенные. Даже какую-то еврейскую молитву не всегда можно включать. Может быть, там есть ритуал какой-то в это время проводится. Классическая какая-то звучать должна музыка или молитва в это время. Может, там молчание, тишина должна быть. Неизвестно. Надо узнать у раввина. Если тишина, то тогда просто про себя повторять. Да. Как жилье можно повторять. Ну, нарушать правила. Правила. Если ты не нарушаешь правила, никто не беспокоится, тогда все нормально. Вот еще вопрос. То есть у Бога прошу и прошу Бога дать силу для борьбы. С кем боретесь? С жизнью, с жизненной ситуацией с тем, что происходит. Не, ну, вы попросили у Бога силы, а потом дальше его славите и забыли про себя. Так можно. В конце молитвы уже. В конце можно, да. Можно. Вы не любите их, да, я боксер, и вот у меня жизнь воспринимает через... Вы до сих пор боксируете, что ли? Тренирую. И воспринимаю через призму борьбы. А, для боксера нормально. И прошу просто Бога дать силу для этой жизни. Для боксера нормально. Тогда приходите на пробежки к нам. Тоже если кто-то пристанет, вы поможете осознать истину. И еще последний вопрос. Вот можно ли простудиться, когда в крови сидишь? Вот хороший вопрос, да. Смотрите, если человек заболел инфекционным заболеванием, у него есть простуда, особенно есть температура небольшая, даже пусть 37 градусов, да, и он решил пойти в кровь, то после проруби может быть очень серьезная проблема. Почему? Потому что сразу после проруби у человека снижается иммунитет. Почему он снижается? Потому что охлаждается организм. Иммунитет это энергия огня, это жар, жар побеждающий вирус. То есть организм должен быть достаточно активным. Точно так же когда человек бежит, он повышает иммунитет самому пробежка повышает, потому что огонь разогревается человек и все там съедает организм, все что не нужно, все ест. Опухоли, вирусы, все, все хрень, какая только есть, все съедается. Время пробежки. когда мы залезаем прорубь, то в это время иммунитет снижается. И если у человека уже есть активная простуда внутри, тогда это опасно. Но если никакой простуды нет, тогда можно после проруби домой пришел, допустим, есть у нас спрей же, да, противовирусный. Я всем-всем рекомендую этот спрей. Можно у нас в оздоровительном центре заказать, вам, ведь, вам посылочкой пришлют. Ну, то есть, там 8 видов масел смешанных, противовирусных все масла. Рыжиковое масло, куркумовое, там, черного тмина, гвоздичное, эвкалиптовое, лаврового листа, нимовое масло, масло хвои, сосны, ну, то есть, 8 видов масел в определенных, точных, в долях, миллиграммах пропорция, специально для здоровья человека смешанных, смешанных, там учитывается и давление человека, и тонус, чтобы был нормальный, все, много очень факторов учитывается, так смесь сделана, и вот проверено уже, я 3 года брызгаю, у меня знакомые, друзья, все, даже пожилые люди, и кто брызгает, постоянно, когда куда-то пошел, брызнул, нос в одно, в другое еще раз, и в рот, 7 часов примерно держится, масло на слизистых, и не дает заболеть, после проруби пришел так, чик-чик-чик, на всякий случай, и все, и уже гарантия, что ты не заболелся, внутренняя уверенность, какая-то, что не заболеет, может влиять на то, что не заболеет, что не заболеет? Уверенность – это иммунитет, это то же самое, что, допустим, человек в окопе сидит, у него уверенность, что он победит врага, это влияет, когда он верит, что он победит, или когда он не верит, что победит, что лучше? Верит лучше. Это называется иммунитет, или сила победы, дающая победу, вера. Но есть слепая вера, допустим, он думает, что он победит, там пять танков едет, он один, а я побежу, что могу победить, он ничего не соображает, это называется безумие. То есть вера должна сопровождаться разумным пониманием вещей, если у тебя там 37,5, ты в прорубь лезешь, это уже безумие. Это слепая вера. Я все равно смогу. Так нельзя делать, это уже неправильно. Все вокруг уже сторонние переживают за болезнью или нет, а я уверен, что нет. Потому что вы мужчина, и тем более боксеры, а они женщины просто. Женщины всегда переживают. Та-та-та-та-та-та-та-та. Все время переживают, это мужчина. А-а-а-а. И он всегда уверен. Природа мужчины – это быть, верить, быть уверенным. А женщины всегда переживают. Это их природа. Кто заболел после проруби, поднимите руку. Есть такой человек хоть один? Никто не заболел. Знаете, как человек заболевает? Вот если говорить не о вирусной конфекции. У нас есть пять психических слоев. Вода – это энергия. И вода проруби – это опасная энергия, сильная энергия. И она как движется в организме? Она движется от снаружи, вот пять слоев, как матрешка. Она движется снаружи, внутрь организма. И если человек просидел полторы минуты и чувствует, ему плохо стало, трясло его, я знаю, что у него там блок, да? Он вот здесь прочистил, здесь много энергии до блока, а здесь энергии мало после блока. То есть он вышел не по инструкции раньше. Вот тогда очень высокая вероятность, что он может тяжело заболеть. Пока он эту энергию не вытащит, которую он засунул, энергию воды туда, ее надо вытащить оттуда как-то. Понимаете? А это уже не просто будет. А если ты прочистил все так, чик, и все пять слоев. Чем заболеть тогда? Ты пробил все блоки, все, ничего. Все движется, нормальная энергия. Болезнь означает препятствие какое-то. Все. Если все по инструкции делать, никто у нас не заболевает, все. Если бы люди заболевали, я бы разу это делал. Десять человек залезло в прорубь. Люди не обследовались, ничего, просто залезли. И у нас по 60, по 70. В Иркутске 70 человек залезло в прорубь. Так женщины там, 20 женщин, это мне вчера сообщили. Где, на Ангаре или на Ангаре? На Ангаре, да. Мне сообщили вчера, что они до сих пор там залазят. Человек 20, да? До сих пор не вытянут. И ничего, заболели? Нет? Нет, наоборот, хорошо стало им. Они по инструкции все делают. Сначала в проруби, потом в бане, потом опять в прорубь. Никто не заболевает. Все отлично у них. Спасибо. Я вообще, на самом деле, инопланетянин. Я поэтому могу в проруби сидеть и бегать 17 километров. Потому что я инопланетянин специально, чтобы уничтожить человечество. Поэтому я там, мне все нормально, а люди, которые это делают, другие. Они больными становятся все. Умирают. Новые приходят, те умирают, которые будут. Вот такая программа у нас. Уничтожение человечества. Смешно, да? Ну и я думаю, что смешно. Вон Вероника сидит такая. Так она по два раза туда залазит по 4,5 минут. Я ее вытаскиваю из проруби. Она туда лезет. И ничего, нормально. Смотрите, веселая какая. Молилась, молилась, молилась. Хорошему человеку скрутила шею. Все, сейчас он тоже в прорубь залазит. Не бегает. Вместе лекции слушают. Тут такая сильная девушка. Взяла, молилась, замуж хотела. Раз, и все. Она все выполняет, у нее все получается. Здесь Катя еще была, помните? Тоже всегда смеялась, такая счастливая. Она мечтала, чтобы много детей у нее было. Вышла замуж за мужчину с двумя детьми. А у него что-то там с женой случилось, что дети с ним остались. Так у нее получилось. Один ребенок был, еще двое. Получается, трое. И еще она одним заберем. Получается, четверо уже. Она поэтому сейчас в Москве живет. Сюда на лекции улыбаться не приходит. Поэтому в основном всем только помогает. Спасибо. 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok